Добрый день, дорогие зрители! С вами доктор Константин. Сегодня у нас пищевод. Хотя многие скажут, меридиан толстого кишечника не контролирует пищевод. Ну вот как вы выкрутитесь отсюда? Вы знаете, Восток дело тонкое, Восточная медицина очень тонкая. Здесь нужно учитывать все нюансы. И если вы внимательно будете просматривать, что контролирует наш пищевод, особенно внутренние каналы, то очень множество внутренних иньских каналов контролирует наш с вами пищевод. Это и меридиан легких, и меридиан сердца, и меридиан перикарда, и почек, и поджелудочной железы, и печени. Смотрите, мы уже сколько назвали иньских каналов. Причем здесь янский канал. Мы читали внимательно, кто слушает наши лекции, точка GI2RD является точкой инь. Она контролирует иньскую энергию. То есть она идет в помощь. В помощь сразу, что воздействуя на не только иньскую энергию, но и на инь-меридианы. Единственное, ну, нужно знать в каком состоянии. Понятно, да? Ну и мы отвлеклись, сразу с Восточной начали. Теперь переходим на Западную. Итак, боли в пищеводе – это самый важный аспект, на который человек должен обратить внимание. Понятно, да? Затрудненное глотание. Человек должен обратить внимание на состояние своего пищевода. Частая отрыжка. Здесь нужно сказать, что уже идет грыжа пищевода и заболевания совместно с пищеводом и желудком. Повышенная кислотность – это то же самое, что состояние нашего с Вами пищевода. Ну и повышенная кислотность желудка может отражаться негативно на нашем с Вами пищеводе. Единственное, ну, если мы с Вами рассматриваем Восточную медицину, нам нужно знать, в каком состоянии вот эти инь-меридианы, которые я Вам перечислил, вот в каком они состоянии. Они воспаленные, тогда данную точку нужно расслаблять. Либо они слабые, вялые, истощенные, то данную точку нужно что-то тонизировать. Те, кто не знает, как работать с точками акупунктурами, можно что-то правую точку массажными движениями тонизировать, GI2, а левую седатировать. На следующее утро нужно сделать все наоборот, тем самым Вы не навредите. Но без диагностики 12-ти меридианов Вам не обойтись. Почему? Потому как пищевод контролирует очень множество меридианов. Я перечислил практически 6 инских меридианов. Сюда можно уже добавить меридиан тонкого кишечника и меридиан тройного обогревателя и меридиан желудка. Вот мы сюда добавляем. Уже 9 меридианов контролирует наш с Вами пищевод. Потому что диагностика 12-ти меридианов – важный аспект. А данная информация Вам как в помощь. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.